Дорогие друзья, приветствуем вас в литературной гостиной. У нас сегодня желанный гость – поэт Татьяна Эйхман. Татьяна Эйхман – известный в городе-области человек, заслуживший уважительное внимание и отношение. Она врач и она поэт. Она неутомимый организатор творческих конкурсов и она член жюри многих творческих состязаний. И главное – человек неравнодушный, человек милосердный и человек настоящий. Очень рада представить вам Татьяну Александровну Эйхман, члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, лауреата поэтической премии имени Николая Николаевича Благова. У нас в гостях Татьяна Эйхман. Добрый день, дорогие друзья! Спасибо огромное за то, что вы нашли время выслушать меня. Меня зовут Татьяна Эйхман. Я родилась в 1956 году в Ульяновской области, в маленькой больничке, куда маму послали работать после окончания Саратовского медицинского института. Я выбрала ту же профессию, которую выбрала мама и пошла по ее стопам, работая врачом в Корсунской больнице. Но ту больничку, где я родилась, я совсем не запомнила, потому что папа закончил институт и забрал нас с мамой в Языково. И моя уже осознанная жизнь протекала в Языково. Там я ходила в детский садик, в школу, бегала в Языковском парке. И каждый день я видела перед собой пушкинскую ель. Что, молодость, да разве только танцы и песни о любви да обалденье, или чудные хиппи-оборванцы, или хард-рока дикое гуденье? Ты, молодость, решающие метры, на финишной прямой под сердце стук, стальные стройотрядовские ветры, и рядом в трудностях веселый друг. И спора до утра о смысле жизни, о правде, о добре и обесчестии, о лжи, о кознях плутавских элисиях, о новых книгах, фильмах, песнях, и утренняя дрожь перед экзаменом, и спешка на весенние зачеты. Да, были чудноваты временами, не вписывались в злые повороты, да, непослушно были, непоседливы, и, может быть, высказывались резко, и где не надо, чересчур уж въедливы, а где-то уж беспомощны по-детски. Но разве лучше, если б в целлофанчике мы завернулись от забот и споров, улыбку натянули б, как болванчики, во рту конфетка, а на глазках шоры. Такая молодежь кому понравится, так громче песня, все не безнадежно, до хрипа о земле и о красавице. Мы будем лучше, хоть и не похожие. И вот с высоты своей пройденной жизни я теперь смотрю на свое пионерское задорное детство, на комсомольскую юность, которая продолжалась затем и дальше в институте, на то, как мы ходили на экзамены, как участвовали в разных комсомольских мероприятиях, диспутах, выступали на студенческих карнавалах. И все это, мне кажется, должен пройти каждый человек. Это беззаботное безоблачное детство, эту вот рвущуюся к справедливости юность. И, наконец, приходит время размышления. Хочу найти ответ на древние вопросы. Зачем живу и как? Откуда связь времен? Зачем плывут в морях усталые матросы? Нужны ли площадям полотнища знамен? Не разгадаю суть понятий очень древних. Что смерть и что любовь? Жизнь, есть ли без любви? По улице бредет еще не старый евнух, И муза на сеной избитая в крови. Где мед и где полынь? Стою у изголовья болящего, И жар его хочу принять. Не отгадать рецепт волшебного снадобья, Чтоб брата оживить, Или отца, или мать. Пустынность ли вокруг, Или многолюдие возле, Смеяться ли хочу, Или рыдать на взрыд. Скажи, что было до, Скажи, что будет после. Но тишина в ответ. Вопрос еще открыт. Букетик белых астр Я принесу тебе, Тебе, Когда тебя не будет здесь со мной. Сейчас они цветут под окнами в саду, Они и я еще не знают, Где покой. А мы в пути своем На свете белым сём, Где люди любят после смерти Лишь тогда. А в маленьком саду Цветы еще цветут, И слезы горький вкус имеют, И вода. Посвящение матери. На березе Последний листок, Где слезинкой Капелька льда, Шаг, Шажочек, Еще шажок, На земле Не видно следа, По тропинке Уходит вдаль Человек В серебре Сидин. Нежно, Снежно Вьется Вуаль, Горько Падают Кисти Рябин. Не могу Рукой Удержать И не крикну, Не слышит Слов По тропинке Уходит Мать Из моих Заповедных Снов. Мам, Я еще Не умерла, Илья Обломала В драках, Я угли На ладонь Брала Их Разбрасывала Ярко, И сердце Бедное В груди Бесилось, Билось, Колотилось. Луна, Услышав Стон, Приди, На ветку Тихо Опустилась И вместе С кленом Молодым В мое Окошко Постучала. Мам, Я еще Не умерла, Я лишь От горя Замолчала. Был Такой Период Времени, Когда Не писались Стихи, И я Несколько Раз Говорила, Да и не надо Их писать, Но проходило Время, И вот Стихи Появлялись Снова. Я выдохнула Боль Из солнца Из-за тучи Мне осветила Путь Иди Куда-нибудь Я выдохнула Боль Потом Вдохнула Глубже Вдали Блеснул Огонь Он Ал Искор Как Ртуть Я выдохнула Боль Прижалась К серой Вербе Пушистые Комки Согрели Мне Чело И Потекли Слова Молитв Высокой Веры И на душе Опять Просторно И легко Я Выдохнула Боль Увидела Подснежник Его шершавый Лист Прикрыл От ветра Цвет Совсем Еще Малыш Чуть Выше Чем Поребрик Как Беззащитна Жизнь Как Животворен Свет Да, мне приходилось Радоваться Появлению Детей Перенести Болезнь Тяжелую Но все-таки У меня всегда Существует Какая-то Внутренняя Вера И я питаюсь Тем оптимизмом Тем Оптимизмом Теми Добрыми Наставлениями Которые Вложили в нас Дедушка Бабушка Мама Папа И мои Очень умные Очень дорогие Моему сердцу Учителя Я училась В Языковской Средней школе Там были Великолепные Учителя И особенно Часто Мы вспоминаем Нинали Ивановну Чернышеву И Нину Алексеевну Козлову Шамарину Это они Впервые Привели Нас На Пушкинский Праздник В Языковский Парк Туда Где Этот Языковский Праздник Каждый год Проходит уже 51 год В этом году Праздник В следующем Июне Праздник Будет проходить В 52 раз Хорошо Что наш Губернатор Приезжает Туда Много лет Подряд И Вселяет В нас Надежду Что Когда-то Будет Восстановлен Дом Тот дом Куда Приезжал В 1833 Году Александр Сергеевич Пушкин Это место В России Должно Быть Святым Оно И так Уже Причислено Вот Таким Священным Местам Потому Что Там Находится Памятник Ель Пушкина Вот В каждой Своей Книге А у У меня Их Вышло Уже Несколько В каждой Из Своих Из Своих Книг У меня Находится Место Для Моей Любимой Пушкинской Ели Это Живой Памятник Дружбе Поэтов Вы Понимаете Может быть Ее И не Посадил Александр Сергеевич Пушкин Но Народная Молва Народная Легенда Гласит О том Что Пушкина Языков Сажали Эту Ель И даже Две Макушечки На Еле Символизируют Дружбу Этих Поэтов В этом Году Мне Удалось Съездить В Михайловское И Вот По Итогам Своей Поездки Я Написала Несколько Стихотворений Посвященных Этой Поездке И Мне Все Хотелось Понять Почему Пушкин Звал Туда Языкова Почему Он С этим Поэтом Хотел Общаться Я Думаю Что Они Были Оба Патриотами Оба Преданными России И Понимали Ее Как Никто Стало Модно Бронить Историю Но Куда Мы Пойдем Без Прошлого Да Хотим Инновации Не Спорю Я Но Уроки Это Помнить Положено Нам Заветы Оставили Прадеды Нам Таманы Писали Мудрые Осветили Места Заповедные Времена Пережили Трудные Слышу Шепот Что Русь Уродина Что Опять Ходят Тучи Над Русью Только Люди Опять Едут В Болдино Да В Михайловское Да В Тарусу Кто С поклонами Намамаев Курган Кто С цветами В сад Александровский Едут В Оптину Пустынь На Валаам Прикоснуться Припасть Поплакаться Поклониться Могилам В святых Горах В Переделкино И в Тарханах И от Прасчуров Канувших В тех Веках Память Гены Хранят Упрямо Зовом Сердца Хотелось Бы Мне Назвать Зовом Предков Тропою Вечной И Любовью К той Что Родина Мать Русь Бескрайняя Бесконечная Все В нашей истории Переплетено И я Подумала Да Здесь Недалеко Деревня Чернушка Где наш Александр Матросов Лег На немецкий Дзод Прикрыв Собой Наступающих Бойцов Вы понимаете Во мне Настолько В этот момент Всего Переплелось И Я вспомнила Своего Деда Который Тоже Побывал На войне Но Он Воевал Под Старой Руссой Вот В тех же Недалеко От этих мест И там Во время Войны Ему Оторвало Руку И потом Его звали Безруким Я Своему Деду Андрею Посвятила Рассказ Белый Ручей Ну Может быть Рассказ Я не могу Вам Сейчас Представить Но Дед Мне всегда Говорил Что Надо Рассчитывать На Свои Силы Дед Боялся Смотреть На Снег Зажимал На Виске Рубец Среди Послевоенных Коллег Он Был Видом Почти Юнец Дед От Лайнера Услыхав И Во След Кулаком Махал А Другой Был Пустой Рукав Май На Свете Вишни В Снегу Солнцем Залито Даль Лугов Слез Своих Сдержать Не Могу Дед На Солнце Смотреть Не Мог Я думаю Что И Сегодняшнее Молодое Поколение Понимает Что Война Была Тяжелой И Когда Мы Говорим Про То Что На Нас Напали Немцы А Сейчас Хотят Переписать Историю И Часто На Встречах С Читателями Меня Спрашивают А у вас Немецкая Фамилия Как Вы Относитесь К Немцам Я Не Люблю Фашистов К Немцам Я Отношусь Нормально Я Вышла Замуж За Немца Который Произошел Из Людей Из Немцев Поволжья Их Во Время Войны Сослали Далеко На Север И Мы Со Своим Мужем Встретились В студенческие Годы И Немцы Обычные Люди Такие Же Как И Мы Но Вот Время Показало Что Победив Фашистов Мы Простили Немцев Победили Мы Фашистов Оказалось Что Фашизм Жив И Вот События На Украине Нам Это Подсказывают Общаясь С молодыми Людьми И Читая Их Стихи Которые Они Присылали На Конкурс Друзья По Вдохновению Несколько Лет Мы Уже Проводим Конкурс Друзья По Вдохновению И Каждый Год Среди Стихов Присланных На Конкурс Обязательно Есть Стихи Посвященные Бабушке Или Дедушке Или Прадеду Которые Побывали На Войне В этом Конкурсе Обязательно Первая Номинация Стоит Номинация С названием Друзья По Вдохновению Там Дети Пишут О дружбе Языкова Пушкина О других Поэтах Есть Великолепные Работы И Вот Эта Книжечка В 2019 Году Выпущенная По Итогам Конкурса Детского Друзья По Вдохновению И Когда С Ребятами Встречаемся На Празднике Пушкинском Где Объявляются Итоги Конкурса Обязательно Звучат Стихи Пушкина Стихи Ознобишина Стихи Дениса Давыдова Стихи Николая Михайловича Языкова Стихи Наших Ульяновских Поэтов И Стихи Молодых Поэтов В Конкурсе Участвуют Ребята Из Разных Городов Из Разных Районов Нашей Области Конкурс Начинался Как Районный Потом Стал Межрайонным Потом Он Стал Открытым Областным Затем Присоединились Интернет Хорошая Вещь Ребят Вот В интернете Дали мы Объявление О том Что Конкурс И нам Прислали Работы И Девочка Из Германии Я Я Потом Ее Спрашивала А вы Пушкина Проходите В школе Она Не ответила Что Да Они Пушкина Проходят В школе Она Была Удивлена Тому Что У нас В глубинке Поволжской Пушкин Сам Побывал Вы понимаете Девочка Из Германии Участвовала В нашем Конкурсе Хорошо Что Есть Интернет А в Этом Году Прислали Интересные Работы Ребята Из Белоруссии Молодой Человек Прислал Работу На Белорусском Языке И Авторизованный Перевод На Русском Языке И Вот Эту Работу Мы так И В сборнике Дали И на Белорусском И на Русском Языке Я думаю Что В этом Году Обязательно Дети Из Разных Стран И из Разных Городов Будут нам Прислать И прозу И стихи И мы Будем Рады Читать Их Работы Почему Я радуюсь Тому Что Дети Участвуют В этом Конкурсе Я рада Потому Что Прежде чем Написать Какое-то Произведение Нужно Прочитать Нужно Оттолкнуться От чего-то Получить Вот этот Толчок Чтобы Появилось На свет Стихотворение Чтобы Появилось На свет Эссе Чтобы Появился Рассказ Ребята Встречаются С Участниками Войны С Ветеранами Труда Ходят Фильмы Смотрят Картины Рассматривали Картины Нашего Великого Земляка Пластова И к 125-летию Аркадия Пластова Они нам Прислали Удивительные Стихи И Таких Ребят Было Много Понимаете На Сайте Стихи Ру У меня Есть Подборка Посвященная Пластову И Там Каждый День Находится Человек Который Напишет Ой А я Не знал Что Вот это Полотно Написал Наш Земляк Написал Пластов Одна Женщина Говорит Сколько Раз Не смотрела На Его Картину Фашист Пролетел Столько Раз Поражалась Глубине Понимания России Еще Раз Хочу Напомнить Что Пластов Родился В селе Преслониха И Те Кто Едут В сторону Москвы От Ульяновска Обязательно Увидят У дороги Церковь Которую Когда-то Сочинил Архитектор Пластов Прадед Аркадия Александровича Которую Аркадий Александрович Хотел Восстановить Но Не успел И Церковь Восстанавливал Его Сын И Церковь Была Восстановлена Она Белоснежная Стояла Возле Дороги С такими Серебряными Куполами Но В один День 5 мая 2016 Года Люди Увидели Что Церкви Нет Горит И Варвар Ублажил Своё Тщеславие В огне Горит Как Страшен Бесов Пыл И Для чего Жа Пластов Жил И Почему Так Стыдно Мне Но Верю Что Наступит Час И Заблистают Купола Не мы Так Те Кто После Нас Воздвигнут Храм Что Пал Сейчас Воздвигнут С верой Что Жива И Те Кто Не Знает Расскажу Что Буквально Все Люди Отозвались В те Дни На горе Свалившиеся На жителей Преслониху И Приехал Губернатор И приехал Внук Аркадий Александрович Николай Николаевич И Вместе Все Люди Кто Тысячу Кто Десять Рублей Кто Двести Рублей Более Состоятельные Люди Помогали Большей Суммой Приходили Пенсионерки Отдавали Свои Копеечки И Храм Восстановили Вот что Такое Народная Любовь Вот что Такое Любовь К своей Земле Совсем Недавно Я Включила Музыку Павла Чеснокова Вечерняя Жертва Да Исправится Молитва Твоя Да Исправится Это значит Да Исполнится Сбудется Молитва Моя В исполнении Великой Оперной Артистки Марии Гулегиной И вот этот Голос Эта музыка Которую Мы долго Не слышали Не слушали Забывали О ней Потрясающе Подействовали На меня Я открыла Подошла К окну И За вечерним окном Летел Летел Первый Снег Снег Усмири Мое сердце Снег Утоли Мою боль Шепчешь Что некуда Деться Только Расстаться С тобой Снег Снег Скользи По глазницам Путь Мне Очисти В ночи Тихой Мольбой Безабыться Сжечься О пламя Свечи Снег Упади Мне На щеки Смой Оправдание В грехах Слышу Я Голос Высокий И Истончается Страх В тонком Снегу Как В одеждах И В высоте Белизны Верю В Любовь И В надежду И В возвращение Весны И Мне Хотелось Бы Эту Программу Закончить Строчками Из Стихотворения Татьяны Эйхман Весел И Ласков Взор Ангела На руках Словно Целебный Сбор Трав И Цветов В Лугах Розовый И Голубой Красный И Синий Цвет Там Где Живет Любовь Черного Цвета Нет Благодарим Татьяну Эйхман За участие В нашей Программе И Надеемся Что она Станет Нашим Гостем Еще Не Раз Редактор субтитров